Что такое синий? Я начну с совсем простой вещи. С уступа алфавита. А. Б. В. Г. Д. Вам как хотите. Кто быстро пишет, пишите. Кто нет, проектор вам не хватает. Один вечер, он кратит. Стоит здесь на дверях, и там будет столбой родителей. Но ничего не поделаешь. Итак, А, В, В, Г, Д, Е. Давайте напишем букву Й. Так, интересно, помню ли я, какая буква следующая? Отлично. Ж. Дальше. З. З. Дальше. И. И. И краткая. И краткая. Что? К. К. Отличная буква К. Дальше. Л. Дальше. О. М. 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 Дальше. Буква Н. Отлично. О. Дальше. О. П. Ой, нет, нет, нет. О – это интересная буква. О. Дальше. П. Дальше. Э. 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 Дальше. С. Эс. Дальше. Т. У. Дальше. В. Ф. Эф – это вот здесь. Дальше. Х. Что? Х. Буква Х. Пусть она будет здесь. С. С. Дальше. Ш. Туда же. Ш. Ша – буква пойдет вот сюда. Дальше. Ш. Буква Щ сюда пойдет. У. Уже отложенный знак? Ю. Ю. Замечательная буква Ю. Э. Э. Так. Э. Э у меня пойдет тоже сюда. Я. 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 А теперь вопрос. По какому принципу я писал эти буквы? Да, прошу. По принципу симметрии. Симметричные и несимметричные. По принципу симметрии. Что это значит? Это значит, что буквы, можно разделить ее на две половинки, и они будут симметричны. Одинаковые, одинаковые. Ну, скажите, пожалуйста, здесь симметрия относительно чего? Да? В первой строчке симметрия относительно вертикальной. Молодец. Если не смотреть, где у него сердце, ну, и там всякие мелочи, да, скажем, где часы носит, то вообще человек более-менее симметричен, да? Левая и правая половинки одинаковые. Или, если вы посмотрите на эту доску, то вот так вот здесь ее пополам разрезать, левая и правая половина одинаковые. Это называется вертикальная ось симметрии. Смотрите, какая идея. Если у нас здесь есть какая-нибудь фигура, что значит смотреть на симметричное? Очень просто. Это нужно вот так вот, да? Извините, что я, может быть, не очень хорошо рисую. Так, вот эти две точки симметричные, у меня это получилось не очень хорошо. Наверное, вот так, да? Дальше примерно так. Вот это вот А, а вот это вот давайте назовем А штрик. Вот это вот точка В, в латинском я пишу, это называется В штрик. Вот это вот точка С, смотрите, сюда идет вот так, согласны? Да. Точка С штрик. И, наконец, где-то вот здесь вот, точка Д, ну ниже, конечно, да? И сейчас я волнуюсь, поэтому у меня получается не очень красиво. Конечно, на компьютере это все можно сделать гораздо красивее. И я сейчас не так волновался. Просто я сейчас почти полчаса бегал. Все-таки, ну, то я не сонно занимался. Так вот, вот эта часть такая же, как эта. Это и называются симметричные фигуры. Симметричные относительно вертикальной вот этой оси. Отлично. Давайте пропустим одну строчку. И вопрос про эту строчку. Какая симметрия здесь, прошу вас? Вертизонтальная. Ну, симметрия, она не бывает горизонтальная или вертикальная. А как бы сказать, что человек? Ось. Ось симметрии, что? Веризонтальная. Веризонтальная. Совершенно верно. Разумеется, знатоки шрифтов скажут мне, что это не вполне так. Например, буква В, верхняя половинка, даже у меня нарисована чуть-чуть другая. Ну, это все мы сейчас оставим. И примерно все-таки верхняя половина соответствует нижней горизонтальной ось симметрии. Теперь вопрос. А вот у этой фигуры, у буквы И, у нее есть ось симметрии? Да, говорим? Есть. Есть. Какая? Горизонтальная или вертикальная? Горизонтальная. Давайте посмотрим, если ее разрезать. Тогда сверху будет вот такая штучка. А снизу будет вот такая. Вы уверены, что верх в точности соответствует нижней? Нет, конечно. Конечно нет. На самом деле, невозможно перегнуть лист бумаги, чтобы буква И совместилась сама с собой. Да, пожалуйста. А мне кажется, что диагональная ось. А снизу здесь нет вообще. Если честно, у буквы И, ее вообще невозможно никак провести в ось. Потому что, смотрите, вот так вот проведем, но у нас эта штука при симметрии сюда выходит, а не сюда. Что на самом деле? Какая симметрия есть у буквы И? Да? Осевая симметрия. Осевая – это то, что у нас было. Вот здесь вертикальная ось симметрии. Вот здесь горизонтальная ось симметрии. Скажите, пожалуйста, на самом деле, какой вид симметрии здесь? Да? Никакого. Никакого. То есть вы считаете, что буква И вообще… Ну, она такая же, как Р или У, да? Вот у буквы У действительно никакой симметрии нет. Да? Может быть наискость нет? Две оси симметрии. Я уже говорил, что если наискись вот так вот отложить, то это перейдет сюда, а вовсе не сюда. Нет? Да? Говорите громче-четче. Ну, у нее есть догадка. Отлично. Какая? Какая догадка? Ну, у нее может быть две оси симметрии. Две оси симметрии. Да. Это хорошая догадка, только она вот про это. На самом деле у буквы О, ну я не ровно написал, у буквы О действительно две оси. Более того, если взять букву О нарисовать не так, как я нарисовал вытянутый верх, а в виде круга, то тогда смотрите, какую прямую, что-то я вообще-то переволновался, я рисую очень красиво, какую оси симметрии не проводи, но круг можно, что? Их бесконечно много у круга, это правда. У овала, который вытянут, у Эверс, на самом деле такую фигуру обычно называют Эверс, всего две, вертикальная и горизонтальная. У буквы Х, вот так вот нарисованы, тоже две, это абсолютно понятно. У буквы Х тоже две оси симметрии. Нет. Что? Нет. Три. Ты хочешь сказать, что есть еще такая? Да. Ответ. Если букву Х рисовать под 90 градусов, то тогда действительно оси симметрии будет одна, вторая, третья и четвертая. Если букву Х рисовать вот так вот, как, кстати, я ее довольно часто рисую, то есть выше, чем уже, то тогда оси симметрии только две. Горизонтальная и вертикальная. Так вот, все-таки слова еще не произнесено. Какая симметрия есть у буквы Х и у буквы Х, да? Нет у нее симметрии. Я уже объяснял, что нету симметрии, да? Ортикальная. Нету такого, да? Зеркальная. Зеркальная и осевая это одно и то же. Да? Геометрическая. Ну, все, чем мы сейчас занимаемся, занимаемся, занимаемся геометрия. Поэтому, конечно, геометрически, но это в том смысле, что все, чем мы занимаемся, это человеческое. Ну, конечно, мы люди. Это слишком общая. Но как можно? Одинаковые. Скажу сразу, вторая буквы Е в этом слове. Есть осевая симметрия, а есть еще, да? Вертикальная. Вертикальная и безоттальная, это все частые случаи осевожены. Не то. Ладно, ребята, придется сказать вам это слово. Центральная. Центральная. Центральная симметрия. В чем идея? Когда у вас есть точка, при повороте вокруг которой половинка фигуры совмещается с другой половинкой. Вот смотрите. Вот здесь у нас буквы И. И здесь у нас с вами... Смотрите, вот ее вторая половинка, да? Так вот, при повороте на 180 градусов у нас красное перейдет в синее. И наоборот. Ну, конечно, и наоборот. Синее в красное. Разумеется. Вот. Сейчас. Мы с вами... Кстати, кроме симметрии осевой и симметрии центральной, есть еще действительно другие виды симметрии. А именно, плоскость можно поворачивать. Давайте я покажу, как это делается. Вот пусть у меня, по-другому, смело не плоскость. Поворачивать, это вот, поняли, да? Обязательно должен быть центр поворота. Так. Ну, давайте тряпку использовать. Смотрите. Беру в любом месте, ставлю, вот, например, в уголке, ставлю центр поворота и дальше вот так вот поворачиваю. Видите? А, принцип циркулятой? Да, да, принцип циркулятой. Совершенно верно. Циркулятой. Огромное количество разных технических устройств. Я не знаю, грузили. Циркулят. Почему кто-то? Понимаете, да? Вот. Это основано на том, чтобы поворачивать. Так, вы здесь разгадали, да? Были буквы выписаны в соответствии с количеством их семен. Продолжение следует. Спасибо.